Время подводить итоги 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 48 тысяч рабочих мест, из них 31 тысяча постоянные. Поступления в госбюджет превысили 509 миллиардов тенге, в том числе только собственные доходы, составили 226 миллиардов тенге. Это стало возможным благодаря реализации задач, обозначенных Ельбаса в плане нации 100 конкретных шагов, а также в вашей предвыборной программе и послании народу Казахстана. В результате иностранные инвестиции выросли в 1,6 раза. Несыровой экспорт достиг 350 миллионов долларов США с ростом на 15%. Сформированный инвестиционный портфель, который содержит 422 проекта, общей стоимостью 4,9 триллиона тенге, созданием свыше 40 тысяч рабочих мест. Среди них завод по переработке руды ЖТСУ «Вольф Рама», птицефабрика «Примахкус», а также цементный завод «Алацем», который будет введен в первом полугодии текущего года. Планируется довести объем валовой продукции сельского хозяйства до 1 триллиона тенге и увеличить рост экспорта переработанной продукции. Количество субъектов малого и среднего бизнеса превысило 122 тысячи единиц. Поступления налогов от них выросли в 1,3 раза и составили 113 миллиардов тенге. В регионе уровень обеспеченности централизованным водоснабжением доведен до 91%. Это один из самых высоких показателей в стране. В создании комфортной среди проживания на селе большие возможности дает программа «Аул Ельбесыга». В прошлом году в семи районных центрах реализовано 45 проектов на 6,1 миллиард тенге. В этом году уже будет охвачено 21 село. Эта программа очень хорошо воспринялась населением и соответствует вашей концепции слышащего государства, потому что в основном во вращениях эти вопросы поднимаются. Она особенно важна для нас, так как 80% населения проживает в сельской местности. Касымжомар Токаев высоко оценил проделанную работу в Алматинской области и отметил, что посетит регион с рабочим визитом во второй половине года. Успех всей страны зависит от грамотно выверенной политики во всех уголках республики, подытожил свое выступление глава государства. В целом мы в прошлом году достигли хороших показателей. Экономический рост составил 4,5%. А в основных отраслях экономики наблюдается динамика роста. Все эти показатели должны оказать положительное влияние на уровень жизни населения. Необходимо реализовать основные задачи, озвученные в моей предвыборной платформе. Это придаст мощный импульс стабильному развитию страны, повышению благосостояния народа. И действительно, показатели Алматинской области растут ежегодно. Больших успехов регион добился в сфере сельского хозяйства. В прошлом году были значительно увеличены пассивные площади и урожайность многих культур. Свою лепту в общее дело развития края внес и заместитель Акима Алматинской области Серегжан Бескимпиров. За высокий профессионализм и проделанную работу он удостоился благодарственного письма и специального нагрудного знака «Алтын Борыс» от президента Республики Казахстан. В торжественной обстановке на аппаратном совещании Актива области награду ему вручил глава региона Амандык Баталов. Серегжан Бескимпиров уже долгие годы находится на высокопоставленных должностях. На посту заместителя Акима области он с 2012 года. И за это время внес неоценимый вклад в развитие региона. Курируя вопросы агропромышленного комплекса, в тандеме с главой края Амандыком Баталовым, проделана большая комплексная работа. Восстановлены два сахарных завода. Второе рождение обрели сферой свекловодства, кукурузоводства и картофилеводства. Только в прошлом году аграриями края произведено продукции на 850 миллиардов тенге. Это почти 20% от общего показателя ВВП всей республики. Грандиозные показатели послужили большой наградой от самого президента страны. В торжественной обстановке перед активом области глава региона Амандык Баталов вручил награду своему заместителю. Когда человек реально работает, и те достижения, которые мы на сегодняшний день в агропромышленном комплексе достигли, огромную долю работы делал Сережан Слямыч со своей командой. Особенно то, что поручение Ельбаса по сахарной свекле – это не так просто возродить рухнувшие отрасли, свою личную благодарность объявлять. Поэтому я очень рад. Сегодня хорошие события. Сережан Бискинпиров родился в 1960 году. Окончил Алматинский энергетический институт. По специальности – инженер-электрик. Трудовую деятельность начал старшим мастером у Штобинского мясокомбината. В разные годы работал директором ТО Тимирлан, начальником отдела аппарата Акима города Талдыкурган, директором ПК Айдын, Акимом Каратальского, Панфиловского районов и города Текили, секретарем Алматинского областного маслехата. А с июля 2012 года является заместителем Акима Алматинской области. Выступая на аппаратном совещании, Сережан Бискинпиров отметил, что все достижения области – труд одного большого коллектива. И эта награда прежде всего – благодарность главы государства каждому из них. Я говорю, как Алматинская область в республике, сразу все двери открыты, все наши начинания поддерживают. Это авторитет Акимовой области и работы этой командой. Благодаря этой сплоченной работе, спасибо за такую поддержку нас. И много мы учимся еще. И благодаря вот этой всей вашей настойчивости, вы видите, как область достойно выглядит. Это не просто так. Большое внимание руководствам области уделяется вопросам социальной сферы. В регионе ведется работа по трудоустройству и развитию предпринимательства среди многодетных матерей, разъяснению всех аспектов получения государственных пособий и, в частности, адресной социальной помощи. Одной из таких встреч, где были озвучены самые актуальные вопросы, стал круглый стол, прошедший на этой неделе в областном филиале партии Нур-Отан. На встрече заместитель Акимобласти Батыржан Байжуманов еще раз отметил важность предоставления АСП только нуждающимся семьям, справедливость и прозрачность ее назначения, консолидации усилий как госорганов, так и неправительственных организаций и бизнеса для увеличения доходов и улучшения качества жизни наших нуждающихся сограждан. Ранее было в 2019 году, если АСП назначалось на год или на 6 месяцев, в этом году уже назначаться будет строго на 3 месяца. Получается, человек не может сокрыть свои доходы. И участковая комиссия там продлили срок с 3 до 7 рабочих дней. Получается, участковая комиссия полностью может охватить каждую семью поадресно. Тем временем количество малообеспеченных семей в Алматинской области уменьшается. Это становится возможным благодаря постоянной стабильной работе. Уже в 2020 году 210 талдукурганцев из числа семей, имеющих низкий достаток, получили направление на трудоустройство, общественные работы и краткосрочные курсы для приобретения специальности. Кроме того, многодетные матери и малообеспеченные семьи получают гранты и открывают свое дело. Евгения Присяжная встретилась с семьями, которые отныне могут обходиться без социальной помощи. Все больше талдукурганцев из числа малоимущих граждан отказываются быть государственными иждивенцами, довольствуясь лишь адресной социальной помощью, называемой АСП. Мадина Умарханова одна из них. Она одинокая мама, воспитывающая двух малолетних детей. В прошлом году, отказавшись от АСП и получив направление Талдукурганского центра занятости, Мадина обучалась по государственной программе «Янбек» и получила специальность «Мастер маникюра и педикюра». Сейчас она работает в салоне красоты. В 2019 году я получала АСП, с февраля месяца где-то. Потом я услышала про грант, про то, что можно обучиться и работать. Вот я обучилась три месяца на маникюр-педикюр и получила грант, защитила свой бизнес-план. И думаю, в дальнейшем я буду работать, чем получать АСП и сидеть дома. Мадина также добавила, что ее нынешний доход сейчас значительно выше АСП. При поддержке центра занятости по проекту «Бизнес Бастау» защитил свой бизнес-план инвалид третьей группы по общему заболеванию Саят Тикетбаев. Получение им адресной социальной помощи осталось в прошлом. Теперь он возглавляет фирму, предоставляющую бухгалтерские услуги. В прошлом году я отказался от получения АСП. Работаю здесь с ноября. Наша контора оказывает бухгалтерские услуги. Мы помогаем составлять и сдавать налоговую отчетность, декларации малым и средним предприятиям. Под моим руководством работают четыре человека. Имею неплохой доход. По данным Талдыкурганского центра занятости, история успеха Мадзина и Саята не единственные случаи. В прошлом году 127 талдыкурганцев были привлечены к предпринимательской деятельности благодаря поддержке «Бизнес Бастау». В прошлом году у нас из числа получателей АСП, многодетные матери и малоимущие члены семьи по безвозвратному гранту, по 200 МРП получали 10 человек на общую сумму 5 миллионов тенге. Также они открыли свое дело. Многим это было очень выгодно. Они понимали целенаправленность этого безвозвратного гранта и успешно сегодня продолжают работать. Следует отметить, что с 2020 года скорректирован механизм выплаты АСП. Его основной принцип – государство будет помогать тем, кто действительно нуждается в помощи. В первую очередь детям и многодетным семьям. Трудоспособные граждане должны работать. Государство поможет найти работу или заняться малым бизнесом. Будет помощь в виде обусловленной денежной выплаты АСП с максимальным использованием потенциала программы занятости «Инбек», которая ориентирована на безработных граждан из малообеспеченных семей. Евгения Присяжная, Габит Кабдрахманов, Ержан Бюсен, Телеканал ЖТСУ. Большим подспорьем в трудоустройстве жителей области является программа «Бастау Бизнес», благодаря которой можно не только получить необходимое финансирование, но и приобрести нужную специальность. В результате такой государственной поддержки начинающих предпринимателей ежегодно расширяется спектр предоставляемых услуг. Так, в прошлом году в одном только Панфиловском районе почти 180 человек смогли начать свое дело или расширить действующее. О тех, кто благодаря поддержке госпрограммы был привлечен в предпринимательской деятельности и смог реализовать свои мечты, расскажет Гульмира Тимиргалиева. Благодаря всесторонней поддержке от государства жители Панфиловского района смогли реализовать свои замыслы и открыть собственное дело. На сегодняшний день в регионе насчитывается более 9 тысяч бизнесменов. За истекший год в районе было обучено порядка 269 желающих. Льготное кредитование получили около 180 человек. Из них 133 – молодые предприниматели. С государства было выделено 600 миллиардов тенге по программе «Экономика простых вещей». Из них только по нашему району 4 субъекта предпринимателей подали заявку и 3 субъекта предпринимателей получили финансирование. Это у нас Кокталагра, Жаркенский крахмалопаточный завод. И вот на стадии рассмотрения у нас также Куркемтау и также ИП Шапогат, по-моему, на стадии рассмотрения. Важным событием для жителей Панфиловского района является создание Совета предпринимателей, в состав которого вошли 29 человек из 13 сельских округов и города Жаркент. Это авторитетные представители агропромышленной отрасли данного региона. В текущем году представителями Палаты предпринимателей проводится скрининг по потребностям бизнес-ниш. Анкетирование прошли 9 тысяч предпринимателей. По результатам мониторинга сейчас проводятся аналитические работы. По аналитическим работам мы сейчас определим потребности нашего района для включения на паспорт развития территории. То есть мы можем это включить на паспорт развития территории. Среди начинающих предпринимателей не только те, кто пробует себя в агропромышленном секторе. Творческим людям тоже нашлось место в бизнес-среде. Внучатый племянник знаменитого художника Аблхана Костеева, 30-летний житель Жаркента Серик Нурсапа с детских лет мечтал стать профессионалом своего дела. Молодой человек в 2019 году прошёл обучение по программе «Бизнес Бастау» и получил грант на 3 миллиона тенге. На эти деньги Серик приобрёл дорогостоящий аэрограф и необходимые работе атрибуты. Теперь его творчество не только приносит доход, но и эстетическое наслаждение его землякам. Причудливые пейзажи, изображения флоры и фауны – работы местного художника Серика Нурсапа. Благодаря поддержке государства талантливый молодой человек смог осуществить свою давнюю мечту. Секретный состав красок, творческий подход и креативное мышление – отличительная черта талантливого мастера. По словам Серика, в месяц поступают до 8 заявок, большая часть из них – заказы на масштабные стеновые панно. «Я пошёл к палате предпринимателей. Я узнал, что надо сперва обучиться. Потом уже узнал, что надо грант есть. Старался, учился. И в конце, конечно, грант получил. И самое необходимое оборудование я его купил. Благодаря бизнес-востову». Мы и дальше будем поддерживать Серика. Также наша палата предлагает ему на основе государственно-частного партнёрства давать уроки изобразительного искусства. Здоровье сельчан, предоставление качественной медицинской помощи и участие в программе ОСМС – эти задачи поставила перед собой и главврач медцентра «Отоклиника» Гульнар Талдыбаева. Благодаря полученному гранту было приобретено новое оборудование – эвигатор, гальванизатор и холтер. За четыре месяца работы медучреждение посетило порядка 8 тысяч пациентов как из Жаркента, так и близлежащих посёлков. Приём ведётся квалифицированными специалистами, терапевтом, невропатологом, кардиологом и отоларингологом. Новая программа вышла в 2015 году, но она внедрилась уже в 2020 году 95% ОСМС-программа. Конечно, мы хотели бы, чтобы наша государство нас поддержало и дало нам возможность, чтобы мы вошли в эту программу. Вершин добьётся идущий. Герои сюжета – это реальные люди, которые благодаря программе «Бизнес Бастау» осуществили свои мечты. Это живое свидетельство о поддержке начинающих и действующих предпринимателей Панфиловского района. Кульмира Тимиргалиева, Мадиба Ибусынов, телеканал ЖТСУ, Панфиловский район. Работа по трудоустройству и поддержке бизнес-структур сегодня ведётся во всех регионах Алматинской области. В районах открываются предприятия, создаются новые рабочие места, привлекаются инвестиции, повышается объём промышленной продукции. Так, в городе Капшагай в прошлом году данный показатель достиг 75,5 миллиардов тенге. На этой неделе состоялась отчётная встреча о кимород городе Капшагай с населением, на которой были подведены итоги и намечены планы на будущее. Как стало известно, в ближайшие годы для Капшагайского региона должны ознаменоваться значительным ростом по всем социально-экономическим показателям. Причин тому немало. Сегодня в регионе открываются объекты энергетики, промышленности, ведутся работы по благоустройству города и побережья водохранилища. Какими конкретными достижениями запомнился 2019 год и какие планы на текущий будут реализованы, вы узнаете из нашего следующего материала. Туризм – один из основных приоритетов Капшагайского региона. Эта отрасль основывается на ресурсах водохранилища, где расположено 146 действующих объектов туризма. Количество отдыхающих за прошлый год составило 800 тысяч человек, рассказал Аким региона Талгат Кайнарбеков. По дальнейшему росту показателей ожидаются большие работы и в этом году. По развитию внутреннего объездного туризма мы проделали определенную работу и определили два направления развития. Вы знаете, первое направление – это юго-западные побережья, обустройство наших городских пляжей. Два года мы обустраивались шестой-седьмой пляж. За счет городского пляжа и за счет обустройства этой территории получился такой мультиплативный эффект. За счет этих пляжей были открыты 42 объекта бизнеса, из них 7 ТО, 35 ИП. Для оказания услуг отдыхающим было создано всего 190 рабочих мест. Было привлечено инвестиции в сумме 1,5 миллиарда тенге. 2019 год для Капшигая выдался действительно плодотворным. Привлечено почти 34 миллиарда тенге инвестиций. Произведен запуск солнечных и ветровых электростанций. По просьбе жителей, которые выступили на отчетной встрече, в этом году откроют местный музей, установят освещение вдоль малых улиц, проведут текущий ремонт дорог. Просим обновить материально-техническую базу спортивных школ Капшигая. Многие уже устарели, сломались, и детей, занимающихся спортом, все больше и больше. Мы учтём ваши предложения. 30% населения у нас занимается физической культурой и спортом. Спортсменами за прошлый год завоёвано более 1600 медалей. Поэтому мы будем уделять этому вопросу особое внимание. Сделаем все условия для улучшения дальнейших показателей. Регион может похвастаться и объёмом промышленной продукции. За прошлый год он достиг 75,5 миллиардов тенге. Ведётся работа и по привлечению инвесторов, по запуску простаивающих производств. Этот вопрос волнует и местных жителей. Промышленный сектор мы должны от города вводить в сторону Орны. Там индустриальная площадка 1000 гектаров. На три участка поделены по 300 гектаров. В этом году мы начнём разрабатывать на первом этапе техноэкономическое обоснование. Вторая индустриальная площадка – это Косходовский массив. Там есть железная дорога, там есть территория, которую мы отвели 350 гектаров. Там есть республиканская дорога, электроэнергия. Есть в индустриальной зоне Орна газофикация. В этих направлениях мы должны развиваться. Однако есть и отстающие направления, отметил заместитель Акимал Матинской области Серег Жамбис Кемпиров. Вместе с тем имеется и ряд вопросов, которые нужно усилить работу и решать. Количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса снизилось на 2,8% к уровню 2018 года. Составили 4668 единиц. Наблюдается рост цен на хлеб на 13, говядин на 6,5%, муки на 7,7%. Совершено 79 дорожных транспортных происшествий, погибло 24, ранено 114 человек. Несовершеннолетним совершено 7 преступлений. На учёте в отделах по делам несовершеннолетних состоят 44 подростка. Серег Жамбис Кемпиров поручил держать на особом контроле проблемные участки и докладываться по мере их устранения. В целом в регионе наблюдается положительная динамика улучшения социально-экономического положения, подытожил свою речь Замакима области. Свою оценку работе Акима Капшигая поставило и местное население. Я житель города с 2016 года и видны большие изменения в этом городе. Город очень преобразился. И сегодня, наверное, любой житель нашей страны, Алматы, кто приезжает сюда, он видит все изменения, какой был город до и какой тоже город сегодня. Я очень рад, что я нахожусь в этом городе. Я верю, что ещё больше мы в этом городе уже видим изменения. Елеман Раймбеков, Руслан Шингинжей, телеканал «Житсу», Капшигай. О планах и результатах работы на прошедшей неделе населению рассказала Аким Яскельдинского района. Один из главных агропромышленных регионов области. 2019 год завершился весьма хорошими показателями. Так, объём промышленного производства составил более 10 миллиардов тенге. В экономику района привлечено почти 12 миллиардов частных инвестиций. На территории региона возводятся крупные объекты. Фермы, электростанции, заводы. И, конечно, отмечается повышение показателей в сфере сельского хозяйства. К примеру, 55% сахарной свёклы, принятой Коксуйским сахарным заводом. Это доля аграрьев Яскельдинского района. Более подробно о социально-экономическом развитии данного региона расскажет Азаджим Маханов. Отчётная встреча Акима Яскельдинского района прошла на одном дыхании. Глава региона рассказал населению о конкретных планах и результатах. Так, например, по итогам прошлого года налоговые поступления в казну достигли почти 2 миллиардов тенге. Все бюджетные средства района полностью освоены. На территории региона возводятся крупные объекты. Уже в этом году закончится строительство гидроэлектростанции на реке Чажа. В эксплуатацию сдадут молочно-товарную ферму на 250 голов и асфальтобетонный завод стоимостью 200 миллионов тенге. Активно выполняется в регионе и одно из поручений Ельбаса по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Корабулак. Срок завершения работ в ноябре 2020 года. В текущем году в рамках этого проекта работы будут продолжаться. Сельское хозяйство – локомотив экономики Яскельдинского района. В прошлом году объем производства аграрного сектора составил более 35 миллиардов тенге. Основная культура земледельцев края – сахарная свекла. В прошлом году крестьянами засеяно 2900 гектаров. Собрано 128 тысяч тонн сладкого корнеплода. А средняя урожайность составила 441 центнер с каждого гектара. В 2019 году было посеяно 285 гектаров земли. Было сдано 18200 тонн сахарной свеклы. На этот год планируем увеличить объемы площади до 310 гектар. И, соответственно, надеюсь, что увеличится и объем. Также в прошлом году была открыта откормочная база на 1000 голов мелкого скота и 100 голов крупного рогатого скота. Она уже открыта и, соответственно, работает. По всем социально-экономическим показателям виден существенный рост. Отметил секретарь областного маслехата Султан Дюсимбинов, принимавший отчет у главы Ескельдинского района. Однако есть недочеты, над которыми Акиму предстоит поработать в текущем году. Есть рост промышленности в сельском хозяйстве. Во всех сферах рост идет. Показатели неплохие. Народ оценил, дал свою оценку. Есть, конечно, пробелы, которые надо поработать. Так как Ескельдинский район является сельскохозяйственным районом, я думаю, находится возле областного центра, стоило бы поработать над тепличными комплексами. Своё мнение о развитии региона в этот день выразили и местные жители. В один голос они дали работе Акима района удовлетворительную оценку. Я проживаю в поселке Кораблак из Ескельдинского района с самого своего рождения. Вся жизнь моя прошла в этом поселке. И, конечно, очень сильно заметно изменение нашего поселка, изменение инфраструктуры поселка. Да и всей нашей жизни. Всё у нас налаживается. Налаживается быт, налаживается хозяйство. Налаживаются наши... Какие стали красивые улицы. В этом году асфальтировано большинство улиц поселка. Идёшь, и очень приятно. Везде освещение, везде центральный водопровод. Сейчас проводится центральное отопление. Хотят подключить большую половину поселка к центральной котельной. Это же очень здорово. Это означает, что жизнь наших людей улучшается. Большое спасибо за это. Ранее Рауан Ракмбиков провёл отчётные встречи в 11 сельских округах Ескельдинского района. Наряду с этим в каждом населённом пункте глава региона принял жителей по личным вопросам. Азаржу Маханов, Мадий Байбосынов, телекомпания «ЖТСО» из Ескельдинского района. Многие изменения и планы радуют. К примеру, последние годы в регионах области увеличиваются площади фруктовых садов. Так, в Индекше-Казахском районе, который считается наиболее подходящим для садоводства, площади интенсивных яблоневых садов составляют около 1500 гектаров. Создаются и условия для хранения урожая. Сегодня в регионе функционирует 20 разных фруктохранилищ. На днях в Индекше-Казахском районе было открыто современное фруктохранилище компании «Алма-Матерфилдс». Холодильный комплекс оснащён голландским оборудованием, которое регулирует газовую среду и влажность, что позволяет сохранить свежесть фруктов до 12 месяцев. А это значит, что в зимний период население области сможет покупать сочные продукты местного производства. Современный комплекс предназначен для хранения более 3500 тонн яблок сроком до года без потери товарных и вкусовых качеств. 18 камер оснащены оборудованием с регулируемой газовой средой. В копилке успешно реализованных проектов «Алма-Матерфилдс» интенсивные сады площадью 500 гектаров и ранее введённые в эксплуатацию фруктохранилища, расположенные в Индекше-Казахском районе. Предприятие оснащено голландским оборудованием, которое регулирует газовую среду и влажность. Это, в свою очередь, позволяет сохранять плоды сочными и свежими. Современный холодильный комплекс профинансирован на заёмные средства Аграрной кредитной корпорации. Проект реализован в рамках развития программ по АПК, в том числе при поддержке Министерства сельского хозяйства и кредитовании, и финансовой поддержке со стороны Аграрно-кредитной корпорации. Сумма проекта 6,5 миллиардов, 4,5 миллиарда профинансировала АКК, но 2 получаются собственные средства инвестора «Алма-Матер». В планах компании увеличить площади интенсивных яблоневых садов до 1000 гектаров и дополнительно построить фруктохранилище на 50 тысяч тонн. Это позволит обеспечить круглогодичное обеспечение жителей Казахстана доступными и качественными яблоками. Аделя Кжаркенова, Гербола Тантелов, телеканал ЖИЦУ. Положительные изменения, происходящие в области, касаются разных сфер. К примеру, отныне жители Талдыкургана будут получать государственные услуги по-новому, а именно более качественно, оперативно и в комфортных условиях. В областном центре открылся сервисный АКИМАТ «Опен Талдыкурган». Как подчеркивал президент, переход от кабинетной системы к формату «Опен Спейс» служит нагрядным показателем открытости и доступности государственных органов. В новом офисе жители смогут получать услуги в сферах земельных отношений, архитектуры, ЖКХ и социальных программ по принципу одного окна. Теперь горожанам не придется бегать по разным инстанциям и кабинетам. Все находится в одном месте. Открытость, прозрачность, доступность. В новом сервисном АКИМАТе Талдыкургана к услугам посетителей зал ожидания, банкоматы и специальные терминалы, подключенные к порталу ЕГОВ. Жители областного центра теперь смогут получать в одном месте услуги по пяти основным сферам. Отдел земельных отношений, отдел архитектуры и градостроительства, отдел жилищно-коммунального хозяйства и отдел социальной занятости. То есть все крупные отделы, которые именно волнуют людей, и в основном проблемы их по этим отделам. На сегодняшний день на 97 квадратных метрах расположены эти пять отделов. В день примерно в зависимости от наплыва людей обслуживает более 200 людей, граждан нашего города. И для обеспечения этого места ОПЕН Талдыкурган из бюджета выделено 10,5 миллионов тенге. Овес нового формата расположен в здании городского отдела ЖКХ по улице Абая. Специфика рабочего пространства призвана разрушить барьеры между государством и обществом. Это, как считают специалисты, большой шаг в трансформации госаппарата Акимата областного центра. Когда мы говорим, непосредственно необходимо попасть к конкретному начальнику отдела, а начальнику отдела в дни только приема и то не бывает на месте, во многих жалобах к нам поступают, а самое главное, они же должны работать, будет встречаться на месте, где проблемы есть, где там проталкивать надо документы, там проекты сметы и документы, ряд много. А вот здесь именно, чтобы не отвлекали местные населения, они пришли, зарегистрировали, отдали. Все, счетчик пошел, уже играет роль. Согласно регламенту, в течение скольких дней они должны в руки получить этот документ, исполненный, в полном объеме. Вот это мы взяли на контроль. Распахнул свои двери в этот день проектный офис Талткурган Адалдахалана. Проект направлен на искоренение бытовой коррупции и создание комфортных условий для граждан. Кабинет офиса расположен на первом этаже городского Акимата Талткургана. Допустим, за прошлый год департаментом было выявлено 224 уголовных правонарушений. Из них привлечено к уголовной ответственности 75 лиц. Из 75 лиц, опуститься глубже, 12 руководителей. То есть, чтобы эта статистика шла на оболь, мы сегодня в концепции и в послании главы государства работаем открытым контекстом, открытым способом. Для этого открываются вот такие площадки. И чтобы народ видел обратную связь, соответственно, с чем эта работа ведется и на сегодняшний день. Граждане смогут обращаться в сервисный Акимат и в проектный офис Талткургана Адалдахалана в рабочие дни с 9 утра до 18.00. Азад Джумаханов, Нуржа Муканов, телекомпания ЖТСУ. Талткурган. Дима в самом разгаре, а потому одна из самых актуальных тем в это время – состояние автодорог, а точнее, их очищение от снега и льда. От этого напрямую зависит жизнь людей. И значит, этому вопросу должно быть уделено особое внимание. Однако не все справляются со своими обязанностями на отлично. За ненадлежащую уборку снега на трассе Алматы Кокпел-Коктау к ответственности было привлечено ТО КАЗ Автодорог. Компании наложен штраф в размере 500 месячных расчетных показателей. К сожалению, ситуация с обслуживанием автодорожного полотна обстоит не лучшим образом и на других участках, говорят представители Алматинского областного департамента по противодействию коррупции. С начала года к ним поступило более 50 обращений от граждан. Чтобы обеспечить безопасность, региональная антикоррупционная служба инициировала мониторинг трасс Алматы-Талдукурган и Жаркент-Царазик. Участие в изучении состояния дорог приняли сотрудники департамента полиции и наша съемочная группа. Ануар Мангельдинов расскажет более подробно. Участок трассы Алматы-Талдукурган является одной из важных дорожных артерий Казахстана. Он соединяет крупный мегаполис с востоком страны. Поэтому обслуживание дорожного полотна должно проводиться на высоком уровне. Увы, картина обстоит иным образом. Отрезок дороги, расположенный к областному центру, обслуживается не столь качественно. Из-за несвоевременной очистки образовалась наледь. Видна всего одна полоса. Представители Казавтожол и Казахавтодор уверяют, все работы производят качественно и в срок. В погрешностях они винят капризы природы. Там как бы степная зона получается и вот в этих местах происходит, ну, ветер, происходят переметы. Вот это значит с полей снег как бы наносится. Есть места, где снег с полей наносится на дорогу и образуются переметы. В результате, вот если это, допустим, в дневное время потеплело, оно оттаивает, а ночью вот этот момент замерзает и получаются вот такие гололедные явления. По Алматинской области имеется 2823 километра на территории Алматинской области. Из них 1693 километра обслуживает Казахавтодор, имеющий, значит, 8 ДЭУ, распределенных по территории области. Там, значит, имеется около 90 единиц дорожной техники, задействованных в зимний период. Порядка 320 человек рабочих. Недовольных работой коммунальных компаний немало, говорят представители областной антикоррупционной службы. В ведомство с начала года поступило более 50 официальных обращений от граждан. На Копчега ехал, чистое было. Баконаж не чистят, в Баконаж не чистят. Не чистят, гололед постоянно. Подсыпка есть хотя бы? Подсыпки нет. Ну, честно говоря, редко чистить дорогу. Надо почаще, надо подсыпку сделать, почистить дорогу. Чтобы меньше была авария. С 1 января по 21 января, вот, за 20 дней, произошло в этом году 26 ДТП, из них, при которых погибло 9 человек и пострадало 37 человек. В 2019 году, за это время, произошло 36 ДТП, погибло 27 человек и пострадало 50 человек. Также, с января, вот, за 20 дней, сотрудниками Управления административной полиции проведено 65 обследований, выдано 65 предписаний. За ненадлежащие содержание автомобильных дорог в зимнее время привлечено 16 ответственных действий. Из них 6 человек за республиканской дорогой. Недочеты мониторинговая группа выявила в ходе рейда на трассе Алматы-Харгос. Со 168 по 240 километр не вычищен снег. Такое отношение вызвало недовольство у проверяющих. Тем более, дорога платная, а потому должна обслуживаться по высшему разряду. Но и здесь коммунальщики нашли ответ. Проблема, вот, то, что вот здесь километраж 320 километров, протяженность участка очень большая. И вот моментально, как хочет народ, как хотят пользователи, это сделать невозможно. ДЭУ-90 здесь обслуживает. Они сейчас производят дальше на тех участках очистку. Они разворот сделают и будут здесь очищать. Особое внимание к перевалу Алтан-Имель. Именно на этот участок трассы Жаркент-Саразек поступает львиная доля недовольств. В основном от водителей большегрузных машин. В социальных сетях дальнобойщики показывают и рассказывают, какие трудности возникают из-за недоработки ответственных служб. Раньше хоть кучки сыпали, песчано-солевой раствор. Сейчас вот с обочиной шкребем потихонечку своими силами. Видимо, публикации в социальных сетях хорошо подействовали на ответственных лиц. Осмотрев перевал, мониторинговая группа не выявила недочетов. На Алтан-Имель у нас постоянно идут жалобы и видеообращения есть. В ходе сегодняшнего мониторинга было установлено, что было вовремя все очищено. То есть дорогу вычистили, дорогу подсыпали, как положено. Данный мониторинг инициирован проектным офисом ЖИТСУ Адалдык-Аланы в рамках программы «Сапал и жол». Всего в ходе мероприятия специалисты проверили более 800 километров автодороги. Дороги своевременно не очищаются, поэтому есть недостатки. Дополнительно на дорогу не сыпятся специальные смеси вовремя, в ходе которым тоже это было установлено. Ко всему этому можно прибавить, что вдоль дороги, в неудовлетренном состоянии находятся у нас и дорожные ограждения, дорожные знаки, есть повреждения. И согласно сегодняшнему мониторингу мы вместе с департаментом полиции составим представление, будут установлены сроки, это 10 дней, в ходе которого они должны будут устранить. Далее повторно будет налагаться административный штраф, после чего уже, если третье нарушение также будет повторно являться, то уже будем решать лицензию дорожной компании, которая обслуживает данную дорогу. Мониторинг качества очистки дорог в зимний период продолжится, говорят сотрудники областного департамента по противодействию коррупции. По планам специалистов, уже в начале февраля состоится еще одно обследование дорожного полотна. В настоящий момент разрабатывается маршрут. Ануар Амангельдинов, Габид Кабдрахман, телеканал ЖТСУ. На этой неделе в Казахстане дан официальный старт году празднования 175-летнего юбилея знаменитого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева. Торжественная церемония открытия юбилея прошла в столичном театре «Астана-Опера». В мероприятии приняли участие президент Казахстана Касым Жумар Токаев и ельбасы Нурсултан Назарбаев. Согласно плана празднования юбилея Абая, большие концерты в течение года пройдут по всей стране. Всего планируется организовать более 500 мероприятий как на родине поэта, так и далеко за ее пределами. Свыше 80 из них будут масштабными и пройдут на государственном и международном уровнях. На эти нужды из бюджета страны выделено 3 миллиарда тенге. Мой коллега Азаджумаханов узнавал, как планирует отметить юбилей великого поэта Алматинская область. Юбилей великого поэта в Алматинской области планируют отметить с большим размахом. Уже сейчас артисты драмтеатра имени Бекен Римовой готовят спектакль, посвященный жизни и деятельности Абая Кунамбаева. Его планируют презентовать 20 февраля. Объявлен региональным управлением культуры конкурс среди писателей и художников края. Один конкурс это среди писателей Житцузского края Абайга Арнау, то есть каждый свое посвящение Абая пишет. Также мы объявили конкурс Абай Бенесе, то есть портрет Абая среди профессиональных художников. Потом все эти работы будут корректированы, и мы выпустим книгу Абайга Арнау, где будут произведения, которые написали наши писатели, будут там изданы в этой книге, и это будет как подарок и посвящение Абая писателю Акынов Житцузского края. Итоги конкурсов будут известны в марте, а пока на постоянной основе общественность края Житцузсу. Проводят различные встречи и круглые столы с молодежью. Рассказывают им о великом сыне Казахской степи. Эти мероприятия найдут свое продолжение до конца года, заверяют ответственные лица. В планах у руководства Алматинской области возвести памятник Абаю Кунамбаеву. На конкурс в конце прошлого года было представлено пять работ различных художников страны. Также на сегодняшний день Акиман, город Талкурган, уже завершил конкурс по установке памятника Абая. Сейчас они уже определяют победителя. Как определится победитель, эскиз памятника, будут определенные места, куда установят. И в этом году будет установлен памятник Абаю Кунамбаеву. Напомним, во вторник Ельбаса и президент страны дали официальный старт празднованию юбилея Абая в Казахстане. На сцене главного театра страны прозвучали слова и песни великого Абая в исполнении народных артистов, лауреатов международных и республиканских конкурсов. Концерт в честь 175-летия великого мыслителя пройдет и в Париже. Во Франции состоится научно-практическая конференция, экспозиции и выставки. А главной новостью станет презентация книг Абая, переведенных на 10 языков мира. Это все, чем запомнилась уходящая неделя. Увидимся на следующей. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова